По чесноку поговорим, девчонки. Погнали! Хорошо. Ну, давайте уже к нашей теме. И тема у нас по традиции выбрана на основе вашего же голосования. И мы с вами говорили, в общем, на той неделе о всяких разных вещах, говорили о том, как, в общем, можно обсуждать, нельзя обсуждать свои идеи и так далее. На самом деле тема очень интересная, и мы решили вынести ее в отдельный эфир. И, судя по количеству людей, которые проголосовали, тема интересная не только нам. И мы назвали эфир «Новые идеи. Как и зачем?». И сегодня мы планируем поговорить о том, что такое «Новые идеи», как внутриком работает с новыми идеями, работает ли он с ними. Вообще, как компании относятся к новым идеям, как они их стимулируют или не стимулируют, и что они делают с теми идеями, которые все-таки к ним попадают. Такое тоже бывает. И что делают сотрудники, как они сами продуцируют эти идеи, откуда они берутся. То есть тема у нас сегодня такая, мега обширная. Ну, давай, Лен, начнем с тебя. Доводилось ли тебе сталкиваться вот с историями про новые идеи, как сотруднику или как внутрикому? Ох, такая тема, действительно, она, мне кажется, у каждого специалиста внутрикома когда-то возникала, да, а давайте создадим некую площадку для сбора идей от сотрудников и что-то будем у них брать и реализовывать. Принесут идеи, принесут, да. Да, да. Я сама помню, там, в Уралсибе, когда работала, я участвовала как сотрудник и посылала свои идеи, вот, но тогда еще был и портал в такой зачаточной стадии, это был 2004 год, ну, то есть тогда все только создавалось. Но потом, когда я уже стала специалистом внутриком, я тоже, конечно же, создала банк идей, да, вот я знаю, в некоторых компаниях там банка, как банка рисует прямо на портале, говорят, у нас банка идей, давайте присылайте свои идеи. А потом я даже работала где-то около года на проекте, посвященном краудсорсингу, а краудсорсинг это вообще сбор идей, это было проект для РЖД, вот, и мы собирали идеи, ну, как бы со всех сотрудников компании, это был очень такой мощный проект, который мы делали с Антоном Буланом, он был крайне интересный, и вот там новая идея, это было не просто напиши идею и расскажи, как ты ее реализуешь. То есть там была экспертная комиссия, там, значит, мы делали, ну, как бы там можно было комментировать каждую идею, комментарий мог стать новой идеей, в общем, и сотрудники, которые в итоге идеи которых выигрывали, а они были по конкретной заданной теме, они получали прекрасный приз, поездку на Олимпиаду в Сочи всей семьей с проживанием. Ну, хорошо, такой вот проброс мы с тобой сделали и как сотруднику, и как краудсорсеру, и как организатору, но давай вот попробуем для начала договориться. Новые идеи, это вообще что такое? Вот как сегодня в современных компаниях понимают такую вещь, как новые идеи? Мы с тобой знаем, да, как в основном все понимают, что это какое-то некое новшество, новаторство, то, что никогда не было, и, значит, то, что вот придумал ты и никто больше. Ну, это то, как в идеале хотят видеть. То, как вижу-то я, новые идеи, это уже хорошо забытые старые, адаптированные под новую среду и под целевую аудиторию, которая тебе необходима. То есть, и ты сама, помню, мне кажется, говорила, все уже придумано до нас, нужно это найти, взять, адаптировать и внедрить. Вот, но когда я это говорю, что все придумано до нас, мне говорят, нет, ты ничего не понимаешь, есть что-то новое, что еще не придумали. Я говорю, да вы можете покопаться в чем-то старом и найти эту идею, и опять ее упаковать, адаптировать, вынедрить в компанию реально с новыми какими-то фишками. Ну, как-то мы называем банк идей краудсорсингом, да, и считаем, что мы что-то новенькое придумали, ну, по-честному, да. Ну, все-таки краудсорсинг и банк идей – это немножко разные функции, но о том, как обслуживать идеи, мы с тобой поговорим. Ну, давай еще раз. Новые идеи – это нечто, что в компании до сего момента не было реализовано, да, договоримся так, и не было в практике этой компании. Потому что вполне возможно, что где-то, когда-то это уже было реализовано, да, и если мы будем проверять каждую идею на уникальность и подавать патент, тогда уже нам надо говорить не о применении новых идей в рамках компании, да, а надо говорить о том, что мы, я не знаю, претендуем на патенты, претендуем на какие-то там уникальные заявки, но это не наша тема. Итак, это некая практика, да, которая еще не была реализована в нашей компании. До этого мы договорились. Как ты думаешь, а для чего компаниям вообще нужен сбор новых идей? Ну, ведь есть люди, в чьи обязанности входит придумывать, да, там, ну, на каким-то инженерно-техническое бюро, или какие-нибудь креаторы, если у вас там речь идет, допустим, о маркетинге, там, не знаю, IT-разработчики, чья работа придумывать? Зачем компания собирает идеи у сотрудников? А вот ты сама можешь ответить на этот вопрос? А я тебе потом дополню, а то ты мне интервью берешь. Нет, давай, я просто тебе делаю обратное. Для чего? Ну, хорошо. Выбирают новые идеи у сотрудников компании. Ну, вот если по чесноку, если по чесноку, то когда хотят, грубо говоря, вовлечь людей, да, и прям вот подумать, а на чем еще можно заработать или сэкономить. То есть, грубо говоря, сэкономить бабла. Ну, то есть, есть некая идея. Ну, на самом деле, вот эти все истории про новые идеи, они возникают реально в двух случаях. Вот я в своей жизни сталкивалась всего с двумя практиками. Первая практика. А как бы нам вовлечь этот народ, который ни хрена ни на что не реагирует? Ну, давайте вот мы проведем конкурс новых идей, или раз предложений, и вот они сейчас выскажутся, они, значит, там, поучаствуют, мы, значит, их там наградим, и, может быть, даже что-то внедрим, и вот такой движ пойдет. Это самый, это на самом деле реально самый распространенный вообще случай. И там, ну, а вдруг они еще что полезное придумают. И в этом случае, как в ситуации с Алисой в Стране чудес, гусеница, куда мне идти, а куда ты хочешь прийти? Да мне все равно. Ну, да, все равно, куда идти? В этом случае, на самом деле, все равно и пофигу, какие у вас будут идеи. Потому что людей, которые устраивают такие конкурсы, интересуют не сами идеи, а движ вокруг них. Ну, ты понимаешь, что этот движ, он как бы вообще нафиг не нужен компании. Подожди, подожди, подожди. Мы, значит, идем дальше. Нет, здесь чтобы что, понятно, чтобы был движ. Давай так, значит, мы потом обсудим, насколько этот движ там полноценный, дает ли он как бы обратного движения, ну, вот, чтобы был движ. И таким, вот, является три четверти конкурсов по сбору новых идей, которые я знаю. Но есть и оставшиеся 25%, которые являются желанием заработать или сэкономить. Заработать с помощью поиска новых продуктов, новых услуг, нового варианта выхода на рынки, там, я не знаю, чего угодно. Или сэкономить, оптимизируя, улучшая существующие процессы. Вот здесь реально уже начинают разрабатываться сложные модели по тому, как оценивать идеи, по тому, как их обрабатывать, да, по тому, как их хранить, по тому, кому их потом передавать, да, кто будет отвечать за их внедрение. Потому что, на самом деле, собрать идеи – это полдела. Ну, там целый бизнес-план, то есть пишется. Там пишется бизнес-проект, там пишется бизнес-проект. Да, проект, который входит в этот человек, да, и еще куча людей, которые… И, как правило, в этот момент появляется такой волшебный человек, как директор по управлению инновациями, или директор по управлению знаниями. И мы с тобой даже знаем одного такого человека. И как-нибудь обязательно позовем к нам на интервью, чтобы он нам рассказал все о том, что творится в этом странном мире управлении. Да, 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 и мы ему-то и зададим все вопросы. А зачем вы эти идеи собираетесь, чтобы что? Вот. Но в этом случае, и я такую практику знаю в целом ряде компаний, как правило, компаний, связанных с производством реального продукта, то есть это может быть и технологический продукт, и реальное что-то, что можно потрогать, но вот там практика кайдзен, то есть пошагового улучшения, практика оптимизации и предложение каких-то новых идей, как правило, срабатывает хорошо. Так вот, давай так, мы сейчас попросим в комментариях, вот я вижу, нас смотрят, не так много, но смотрят. Люди, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, вот с чем вам чаще приходилось иметь дело? С 75% или с 25%? Вот там, где движ, или там, где все-таки нужен результат и нужны идеи? Напишите нам, это будет очень интересно, и мы потом к вашим комментариям вернемся. Ну вот скажи, Лен, ты чаще в каких участвовала в конкурсах? Чаще какие я организовывала, давай так скажем. Ну хорошо, давай так. Ну честно говоря, у меня были те и те, у меня хорошие из премьеров, из компаний, в которой мы с тобой обе работали, из одной такой прекрасной компании. Я делала, значит, корпоративные мероприятия, вот, и все так оптимизировала, оптимизировала, и в общем, в итоге я сэкономила миллион рублей. Я такая довольная, иду с этим миллионом, а прям миллион наличных денег, рублей, которые вот на мероприятие, а я его сэкономила. Я иду и думаю, ну сейчас, наверное, дадут премию с миллиона, так скажешь. Ну, премию-то молодец, заслужила. Вот, прихожу довольную к руководству и говорю, вот, я сэкономила миллион. Мне говорят, ну как бы, и что, и зачем? Этот миллион был на корпоратив, и нафига он теперь, ну сейчас надо его как-то понимать, как его теперь там, типа, ну, обосновать его. Ты хочешь мне обосновать, как это? Помоги мне. Как его теперь потратить? Да, освоить, освоить и реализовать. Я так и остаюсь этим миллионом, причем год-то еще 2008-й, ну, понимаешь, да, миллион в 2008-м году, это прекрасно. Вот, я такая стою и говорю, ну, вот, вот. Они говорят, ну теперь придумай, как потратить миллион. В общем, остаюсь этим миллионом и понимаю, что вот сейчас можно сделать прекрасный конкурс, так я его назвала. Как потратить миллион на благо компании? Присылайте свои идеи, в общем, и прямо у нас целый проект, ну, как бы, целый конкурс на это все. И это было, знаешь, с одной стороны, было фаново, оно увеличило такую вовлеченность. Народ, значит, начал писать идеи, значит, из серии, а кумбы посадите, до, значит, отдать все в детский приют. Ну, то есть разные были идеи. Ну, то есть все-таки история про потратить деньги. Да. Но у нас было именно, как потратить миллион на благо компании. Вот. И в итоге победила идея, которая была связана с оптимизацией бизнеса. И ее выбрали. Я сейчас не буду говорить, что это, там целый проект. Чувака, который придумал эту идею, его взяли в этот проект. Вот. То есть все в итоге сделали так, так как надо. То есть начали с фановой истории, а закончили именно оптимизацией по бизнесу. Вот. Это было круто. Премии я не получила с этого миллиона. И мне все говорили, вот ты могла бы просто потратить миллион на себя. Это было бы так забавненько. Вот. Ну, и как его потратить на себя, Лен? Ты же не будешь казнокрадом. Ну, да. Понимаешь. Тут я как бы наоборот пришла. Ну, сейчас мне время дадут. Ну, это я шутили, конечно, все. Но начали фаново, закончили оптимизацией. Миллиончика. И хорошо его освоили. И создали классный, интересный проект, связанный с директорской жизнью. Скажем так, ну, с клиентами и со всем остальным. Вот. Это был один пример. А второй пример по сбору идей, как я уже говорила, крутой. Но все-таки, все-таки, здесь, наверное, история началась с движа. С движа, да, конечно. Это было так забавно. Ну, вроде бы, оно как бы есть. И есть реальный миллион. То есть это деньги реально. Не то, что там где-то фантазия у кого-то. Нет. Это прям началось с движа, закончилась оптимизация. Очень круто все сделали. Проект прям классный. Жалко, что кризис схлопнул компанию. Но это уже другая история. Вот. Вспоминая еще, какие мы... Ну, то есть в каждой компании, где я работала, мы везде делали эту историю, как потратить миллион. Мы делали историю по сбору идей. Вот. Но сейчас, ну, как бы в настоящий момент, у меня нет тут отдельной платформы, где я собираю идеи от сотрудников. В настоящий момент я собираю идеи от сотрудников ровно тогда, когда мне действительно не хватает моих мозгов, да, где мне не хватает моих идей, и я действительно нуждаюсь в помощи зала. Я не вижу этого ничего плохого. Поставить некую задачу перед своими же коллегами, да, и, ну, как бы спросить их, друзья, я нуждаюсь в идее. Давайте, как бы, подумаем, как мы идеи накидать вот по вот этой вот задаче. Но задачи всегда связаны с бизнесом. Понимаешь, да? Хорошо. Ну, в широком смысле слова, если мы с тобой будем вспоминать истории про то, как мы определили новые идеи, а мы определили с тобой новые идеи, как истории про новые практики, которых не было в компании, вернись к нам, дорогая. То, в принципе, да, твой пример вполне себе валиден, однако я предпочла бы другой, потому что я всегда считаю, что если мы говорим реально об управлении идеей как бизнес-процессом, меня вот всегда это интересовалось с точки зрения knowledge management, с точки зрения управления инновациями, и если бы немножко вот это направление было в нашей стране чуть больше развито, вполне возможно, я была бы не внутрикомом, а именно knowledge management, потому что мне очень-очень нравится эта идея, ну и как бы педагогическое образование моё тоже за это топит, управление знаниями и развитие и создание самообразующейся, самообучающейся организации. И, конечно, для меня в моём контексте, в моём понимании, сбор идей – это вообще ни о чём. То есть есть история про управление идеями, управление знаниями. И сбор, и пиар-компания вокруг сбора – это только входная воронка. И у меня довольно часто, уже как у консультанта, клиенты спрашивают, друзья наши в сообществе постоянно спрашивают, а давайте проведём конкурс идей, а как нам людей привлечь на конкурс идей, а как вы проводите конкурс идей? Я вам говорю, ребят, прежде чем проводить конкурс идей, если вам действительно нужны идеи, вы сначала должны очень хорошо подумать над тем, для чего вам эти идеи, какие вам нужны идеи, и вы должны описать, да? Потому что иначе вам будут присылать идеи, давайте сделаем бассейн на крыше. Ну идея, отличная идея. Да, у меня такие идеи были, флаги потом говорят, давайте флаги всех мира, значит, на крыше поставим. Я думаю, зачем? Вот, и люди будут страшно обижаться, что вы их идеи не рассмотрели, что вы их идеи не взяли, но это проблема не людей, это ваш косяк, что вы не сказали людям, какие идеи вы ждете, для чего они вам нужны, и как, и кто их будет оценивать. Это вот первый фильтр на входе. И вторая история, я прям вот сильно не советую браться за это до той поры, пока вы внутри себя не оговорите бизнес-процесс. Вот, допустим, пришли идеи, классные идеи, да? Хотя бы одна, да? А лучше две, а лучше три или пять, да, помнишь, как в том фильме, когда мы вооруженным глазом смотрим на идеи. Вот мы целых пять звёздных идей нашли, но любая идея, чтобы она превратилась в проект, и чтобы этот проект дал прибыль, либо экономию, она требует реальной работы, то есть надо развертывать проектный офис, туда какие-то люди должны сесть, написать бизнес-план, посчитать эффективность, привлечь средства, подразделения задействовать разные, да? То есть это как бы, это реально, это, ну, если даже не прямые деньги, то это трудозатраты, это человек, часы довольно большие. Конечно. Кто будет этим заниматься? Когда будет он этим заниматься? Как ему за это заплатят? Заплатят ли ему вообще, да? Будут ли ему оплачивать, дадут ли ему только премию, или ему будут оплачивать все часы, которые он тратит на участие в этом проекте? Потому что, ну, допустим, вы горите идеей, да? Вот вы решили там построить, я не знаю, вертолетную площадку на крыше вашего отеля, и все туда будут прям гости прилетать в рамках борьбы с коронавирусом, и все будут счастливы. И вы озадачиваете, например, экономиста или там замглавного бухгалтера из вашей финансовой службы, чтобы он вам посчитал эффективность этого проекта. А у того вообще свои работы вот так. Вот, вот прямо. Ну, конечно, Аня, ты самый больной, да? Он говорит, зачем ты мне нужна с вами идеями? Иди отсюда. Ну, так в данном случае, как бы он говорит, ну, ребят, ну вы придумали, вы реализуете, что вы меня-то этим грузите? И дальше это история про проектное управление, про проектный офис. И если вы к этому не готовы, если вы об этом не подумали на входе, то что будет с вами? Ну, с вами будет вообще глубокое разочарование. Не то, что с вами, а у людей, которые вовлеклись в вашу историю, это будет просто полный крах. Я сейчас тоже не знаю. Будет у вас движ. Один сплошной движ. Движ, а потом куча обид. С нулевым результатом. И куча обид. Что вы не внедрили мою идею. Я сейчас пример вспомнила. Один у меня был в одной компании. Тоже мы собирали, опять же, собирали идеи ради собирания идей. То есть мы не подходили к тому, что нужен проект. От него, значит, в основном все люди прямо просили, давайте вот мы благотворительностью не занимаемся. Вот сейчас все занимаются благотворительностью. Давайте возьмем... При этом заметь, это тоже идея, но руководство думало не о том, кому денег отдать, а как бы денег заработать. Но мы там именно, да, это было как раз не... Не как потратить миллион, а именно, вот знаешь, из серии предложить идеи по развитию компаний. Ну, допустим, да, сейчас, чтобы никто не догадался, что за компания. И вот в основном про развитие компании люди стали писать, вот у нас благотворительность. Генеральный директор компании, посмотрев ответ, он говорит, слушайте, ну реально у нас все просят благотворительность, ну вот я же там помогаю, там скрипачу. Ну да, то есть мы же там помогаем еще каким-то, но вот здесь вот люди хотят все вместе помогать какому-то детскому дому. Ну, вопрос. То есть понимаешь, чтобы помогать одному детскому дому, это не просто взял и разово приехал, помог им как-то, да, там, не знаю, покрасил забор, поиграл с детьми и уехал. Это же целая работа. И я понимаю масштабность. Я задаю вопрос генеральному, а кто этим будет заниматься? Ну, проектом, вот этим проектом, кто будет реализовывать? Да, кто будет реализовывать? Он мне говорит, ну, сотрудники, я говорю, погодите, эти пишут, давайте благотворительному дому, это дом пенсионеров, это, значит, хотят и животным помогать. Я говорю, у них проразное, это во-первых. Во-вторых, даже если я сейчас их объединю, да, вопрос, у них должен быть лидер у каждого проекта, кто будет это делать? Он мне говорит, ну ты. Я говорю, ну конечно, у меня же там 150 тысяч мероприятий, мне же не хватало еще заняться тем, ну то есть, что я, во-первых, понимаю, какая это ответственность, брать на себя благотворительность, это реально очень велико, большая ответственность. Я всегда, как бы, боюсь даже увлекать людей, потому что понимаю, что он сегодня работает в компании и участвует в этой истории, да, и он там играет с детьми, ездит, показывает представления театрализованные, а завтра он ушел из компании. Кто вместо него будет эти представления показывать? Кто будет реализовывать ту самую прекрасную идею? Давайте поставим театрализованное представление. У меня прям больная тема, да, то есть, у меня была такая история. Он ушел, а я осталась. И в итоге я вместо него скакала, значит, там, ну, то есть в роли вот этого пса-барбоса, который там он ее должен был делать. Ну, то есть, и вот я такие проекты боюсь. Это вроде идея, но кто должен делать? Ну, что, Лен Попу, она же вечная, пусть делает. А что, ты не можешь? Слушай, ну, давай вот прям четко отсюда два у нас с тобой проброса. Первый про то, идея, она такая, идея, да, вот все-таки какие идеи нам нужны? И второе, а кто должен отвечать за идеи? Ну, ты правильно говоришь, проектный должен быть комитет, офис, я не знаю, как угодно назовите. Должна быть команда, проектная группа, которая будет реализовывать эту идею. Ну, вот народ нам пишет, вот я вижу комменты, я открыла, Валентина Грыжина пишет, что в софлайне, она на два года проводила конкурс идей с оффлайн, это все-таки IT-компания, да, там как-то с идеями должно быть так, в общем, принято. И при этом критерии были четко обозначены, был шаблон заявки, кураторы, финансирование. Да, это шикарно. Что ребята из Воронежа использовали эти идеи в заявках на лицензии уже дальнейшие продукты. Это шикарный пример, просто вот так это должно быть. Анонс – это только верхушка айсберга. Да. Да, ну и, собственно, я могу поделиться своим опытом, я тоже реализовывала этот проект два раза, оба раза в IT-компаниях, компаниях, которые занимаются разработкой, потому что они очень четко всегда понимают, что идеи для них, ну, по крайней мере, для менеджмента этой компании, это способ максимизировать прибыль. Вот четко, да, это не про фантики. Ну, что из этого получилось, я расскажу чуть позже. И мы как раз зашли на эту историю в тот момент, когда переделывали портал и запускали тогда практику социальной сети, это был там какой-то дремучий год, я уже не помню какой. И буквально там одна из первых была социальных сетей. И вот конкурс по сбору идей, по инновациям, он тоже был как бы одним из элементов с одной стороны для активации нового портала и для как бы активации привлечения людей в социальную сеть, а с другой стороны мы, в общем, четко сразу оговаривали и ставили условия этой игры, да. То есть там сразу в этой форме были зашиты определенные поля, которые человек заполнял. Если он их не мог заполнить, да, то заявка на эту идею просто не могла пройти. И проверялась она не автоматически, она проверялась модератором. То есть модератор вручную потом одобрял или отклонял. И там была такая графа, как предполагаемая там доход или предполагаемая экономия, ты должен был выбрать опцию, там была история про то, готовы ли вы подготовить... Вы войти, да, да, да. Даже не войти, а подготовить экономическое обоснование. То есть хотя бы какие-то цифры, да. Нужна ли вам помощь проектной команды для описания идеи в виде заявки? Ну, это все четко, да, Аня. Все четко подъем. Четко было разделено эта история на три этапа. Это классика. Первый – это вот пиар-компания, да, коммуникационная компания, которая создает воронку, именно сбор идей, да. Второй этап – это предварительный фильтр, который у нас был вот автоматизирован и решен через социальную сеть и через портал. Третий этап – это обсуждение. И вот здесь мы тогда попробовали тоже совершенно новый подход, который до этого момента вот мне не попадался, мне было очень интересно его реализовать. Это как раз история про краудсорсинг. Краудсорсинг. Да. Когда мы собрали такие, скажем так, экспертные группы, проектные группы, да, добровольно в социальной сети люди откликались и говорили, я хочу быть экспертом вот в этом направлении, да, ну и, соответственно, его валидировали другие. И где-то там порядка восьми экспертных групп было собрано, которым на предварительное рассмотрение передавались эти заявки. Прежде чем они пойдут уже в жюри, прежде чем они пойдут уже топ-менеджерам, которые будут их рассматривать. Да, да. И вот это было тоже, на мой взгляд, очень клёво, потому что, с одной стороны, мы, опять же, вовлекли народ, да, и вовлекли его с экспертизой, то есть они как бы и те, кто хотел подавать идеи, мог подавать идеи, и те, кто хотел выступать экспертами, мог выступать экспертами, проявить свою экспертность. Потом, опять же, не мы были плохие, что мы там кому-то сказали, что нет, твоя идея там говно, иди с ней вообще нафиг. Вот, то есть всё-таки это были уважаемые в компании люди, которые аргументированно могли ответить, почему так земляника не растёт. Вот, и всё-таки уже людям из совет директоров топ-менеджменту достались уже действительно крема в крем, то есть вот сливки прям, да, но и всё равно мы не избежали косяков. Нет, мы не избежали косяков, потому что, вот, как я уже сказала, у нас чётко, хотя в компании было проектное управление, как способ управления на тот момент, но у нас не было заложено чётко бюджетов, потому что мы не понимали, а сколько идей будет хороших, да, а сколько мы их возьмём в разработку, а сколько денег нам на это потребуется. Ну, то есть там были какие-то примерные там прикидки. Ну, и, конечно, когда, значит, там осталось в конце там топ-3 идеи, ещё одну идею там пролоббировал главный босс, она им очень понравилась. Вот это, кстати, была идея про экономию ресурсов в точку продаж. Ну, вот, и пришли там, как-то это просчитали, пришли в финансовую службу, вот тут вот нам вообще навтыкали. И навтыкали круто, нам сказали, ребят, конечно, идеи классные, вот я там вижу там, что вы там на этом сэкономите, на этом заработаете, но вам сейчас денег на это надо дать. А у нас нет этих денег. Ну, как бы вот. И вот наш тогдашний проект, самый большой фейл был, хорошо, что мы делали этот конкурс осенью, то есть если бы это дело было весной, было бы совсем плохо, вот, но нам пришлось отложить его на следующий финансовый год. То есть мы как бы вот прям очень-очень прям вот много делали коммуникаций, что люди как бы спасибо, мы там показывали вот эти все обсуждения, мы там вот показали проекты-финалисты, мы их поздравили, а потом, опа, а денег нет, а идея ваша реализована быть не может. Да, и нам пришлось как бы такой вот придумывать реланч, но это вот дальше уже была пиаровская работа, как это все вытянуть, и чтобы люди не утратили интереса. Аня, я тебе предлагаю сейчас вернуться к теме нашей, знаешь, про идеи, именно вот мы сейчас обсудили, именно банк идеи, сбор идеи, именно в рамках проекта, да. Управление идеями. Да, управление идеями, да, именно, знаешь, но очень часто, вот когда я выступаю на конференциях, мне задают, когда я рассказываю, потому что у нас там реализовано то, 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 я говорю, ну это теперь вопросы, мне очень часто задают вопрос, а где вы берете идеи? И на самом деле, да, есть же тема сбора идей под какую-то проектную историю, да, и под что-то про оптимизацию, но часто это такой прям вопрос же, где взять идею? Ну нет у меня больше мысли. Значит, это как раз четвертая часть, которую мы с тобой обозначали, и которую мы сейчас как бы проскочили третью, но мы к ней вернемся. А третья что у нас? А как вообще компания относится к идеям? Потому что бывает история про то, что у сотрудников идей дофига, а компаниям-то они не нужны. Ну ладно, давай мы к этому с тобой вернемся в концерт, а сейчас про ту тему, которую ты подняла, это про личную креативность и про то, откуда вообще берутся источники идей. Потому что на самом деле не важно, кем ты работаешь, важно, что у тебя вот тут, да, и насколько ты сам готов продуцировать новые идеи, что является почвой для того, чтобы новые идеи произрастали, да, чем мы их поливаем и удобряем. Ну давай начнешь ты, или я начну, кому лучше начну. Да, я расскажу. Давай, давай. Очень часто, когда у меня по внутриком, да, я прям беру сейчас внутриком, когда ко мне мои сотрудники подходили и спрашивали, Лена, ну, что вот, где бы вот, где уже вот взять идеи, там бы какой-то теме, которую я же им дала задание, да, я всегда говорю, ты на внутриком не смеевый группу подписан, я говорю, ты читаешь что-то там, ты на сайт на ее заходил, ты читаешь статьи, ты, ну, то есть я отправляю, опять же, к прошлому опыту других компаний. Я говорю, почитай, что делают другие, расскажи мне, как это внедряется в других компаниях, да, а потом мы вместе подумаем, как это сделать у нас. То есть что, ну, что люди, а мне говорят, ну, это же уже не мы придумали, это же уже придумано, опять же, возвращаясь к теме, да, что все придумано до нас. Но когда ты начинаешь, вот я как делаю, я читаю статьи, да, чужие, я читаю какие-то проектные, да, я в жюри конкурсов хожу в каких-то, я читаю проекты других компаний, думаю, ага, какая классная идея, а вот если можно вот так, 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 то можно было бы это сделать и у нас, потому что у нас своя особенность бизнеса, да. И я понимаю, что у меня очень много, наверное, ну, процентов 70 идей приходит от того, что я изучаю у других компаний. Я не знаю, я не считаю, что я ворую что-то, да, потому что я никакую идею ни разу в жизни не реализовала стопроцентно так же у себя, да, но я читаю то, что делают другие. Более того, я часто слышу запрос, а пришлите, пожалуйста, ну, в группах, да, а как вы это у себя сделали, там, а как вы внедрили там то или то, а покажите ваш корпоративный портал, а покажите там ваш, не знаю, как у вас радио работает, еще что-то. Я так же делюсь. Ну, вот, ну, то есть, я все-таки считаю, что это неплохо. Что ты на это скажешь? Что я на это скажу? Ну, ты знаешь мое отношение. В принципе, я вначале скажу тебе про свое. Наверное, я немножко из чужих кейсов уже выросла, я все-таки скорее опыляюсь идеями из других рынков, из других профессий. То есть мне очень много идей дают внешние маркетинговые проекты, внешние пиар-коммуникации. Я очень люблю, как бы, истории про разные всякие стартапы, потому что вот если где-то есть инновационные идеи, как чего, куда двигать, да, вот какие инструменты использовать, как неожиданно повернуть, то это завсегда там, потому что у людей там нет особо никакого-то опыта, никаких-то бюджетов, ничего-то такого. Да, да. Но есть молодой задор, есть как бы движ, есть вот эта вот история про то, что они очень хотят. На кейсы коллег я, конечно, смотрю, да, я смотрю, но я в этом смысле, может быть, несколько такой уже циничный человек. Я редко, вот прям реально редко вижу что-то принципиально новое. Бывает, меня восхищают кейсы масштабами, качеством организации, да, вот видно, что люди там глубоко очень это все прорабатывали, там какие-то сложные инструменты использовали, тиражировали, вовлекали разные подразделения. Но это не про идеи, ты понимаешь, да, это про управление процессом. Вот, а по поводу кейсов и по поводу насмотренности, это всегда хорошо. Я вот прям как бы всегда за, вот прям вот, да, там, читайте, смотрите, вот все, что можете. Но как же меня бесит попрошайничество. Вот прям, вот ты знаешь, когда я, и нас с тобой, это четко пробрасывает в следующую историю, которая называется так. Почему одни делятся своими практиками и идеями, а другие нет? Смотрите, для того, чтобы вы что-то где-то могли почитать, это кто-то должен написать и рассказать. Это первое. И ему вообще-то зачем-то, кроме собственной там славы и желания помочь там, я не знаю, всему миру, во всем мире, должно быть зачем-то это нужно. Понимаете, да? Потому что если, ну, как бы он не получает в ответ никаких бонусов, никаких преференций, никаких денег, никакой славы, ничего, да? Ну, вот, а нафига? Это первое. А второе, я, честно говоря, очень не люблю людей, которые, уж извините, я так по чесноку, я их называю про себя ленивые жопы. И таких вот очень много. Ну-ка дайте мне вот, как это у вас, ну-ка накидайте мне идей. И ты человеку так осторожно пишешь, ну, человек, вот пойди сюда, там вот как бы есть там строчка поиск, там поищи. Ну, я вижу, ты часто об этом пишешь, что да, ищи, посмотри. Вот. Ну, мне кажется, это логично. И, кстати говоря, недавно сын одной моей коллеги, поступившей в западный вуз, сказал, что одно из первых вещей, которые их учили, преподы на лекциях, это тому, как правильно задавать вопросы. Что вначале сходите в Википедию, вначале погуглите, потом полазите, да. Погуглите, я тоже говорю, и Google, да. Потом полазите, ну, мне больше нравится в нашем случае Ягл, потому что он русскоязычный, индексирует лучше, но не суть. Просто полазите в Google, понимаете. Да, воспользуйтесь поисковой системой, полазите на профессиональных форумах, которые у вас там, или в группах, которые у вас должны быть в закладках, а потом вежливо и осторожно задайте свой вопрос, объяснив, что именно вам непонятно, да, или что именно вы хотите узнать. Вот меня просто выбешивает, вот до, понимаешь, до черноты перед глазами, с теми же конкурсами, а как у вас, значит, награждают? Ты начинаешь спрашивать, человек, вот искренне хочешь ему помочь, кого награждают, зачем награждают? Ну, вот тебе эта информация зачем? Я тогда смогу тебе более смысленно ответить. А мне вообще надо? Ну, так и хочется сказать. Ну, иди вообще, спроси у кого-нибудь, вот ставь перед супермаркетом и спроси у кого-нибудь, как тут кого награждают. Поэтому, ребят, если вы будете просто попрошайничать или задавать вот такие вопросы, как Алиса гусеницы, а куда мне идти, то... Ой, у меня включилась Алиса. Сейчас Алиса тебе скажет, куда тебе идти. Нет, не надо, спасибо. Как-то девочка из сказки спрашивала у гусеницы, куда ей идти. Всё равно, куда идти. Вот вы такой ответ и будете получать. Люди не обязаны с вами делиться опытом. И вообще-то говоря, если вы сами будете в своём посте делиться каким-то опытом, а потом спрашивать совета, давать хотя бы какую-то затравку и какую-то... Ну, хотя бы описание ситуации, которая побуждала бы людей делиться с вами опытом. Это может быть как какая-то зарисовка, так и описание, там, я не знаю, какого-то кризиса, в котором вы оказались. Или, например, сложности выбора, что вы выбираете между разными решениями. Тогда у людей будет хоть какой-то мотив включиться на это. Ну, вот эти вот... А покидайте в меня вот тем, ну, как бы... Ну, как бы хочется кинутапкам. Да, да. Часть из запросов, которые мне посылают все, значит, расскажи, пожалуйста, про амбассадоров. Как ты это делала? Молча. С чувством глубокого внутреннего достоинства. И мне хочется сказать, значит, смотрите, вообще я много где выступала, и все выступления есть выложены, да? Они записаны. Молчары, например, да? У тебя где-то еще. Это все выложено на просторах интернета. Потом вопрос, а как ты это делала? Вот я... Нет, куча вопросов. Ну, то есть... Делала что? Вообще-то у меня время, да? Как ты создавала амбассадоров? Я должна сначала объяснить, для чего? Какую цель я преследовала? Я должна рассказать про свой проект, да? А потом задать вопросы, а ты что хочешь, да? Или что? Или как? Или... Давай встретимся на следующей неделе. Когда у тебя время есть, давай встретимся. Я пишу, а по какой теме? Ну, расскажешь мне про амбассадоров. Вот реально, я уже перешла на формат. А мне, если не хочется... Ребят, а если мне не хочется... Вот вы почему думаете, что кто-то должен своими идеями и своими наработками просто так вас пулять? Ребят, это оборотная сторона. Ну, как бы, это результат того, что мы работали. Вот мы работали, мы не аммашки собираем, мы не как бы, ну, я не знаю, не мелками на асфальте рисуем, хотя это тоже труд. Мы работали. Почему вы думаете, что кто-то просто так отдаст вам результат своего труда? Что вы сделали, чтобы человек захотел с вами делиться? Аня, ну, в ответ, знаешь, что я говорю? Ну, у меня нет времени встречаться. Что я слышу? Ну, пришли тогда хотя бы презентацию. Я вообще презентации... Презентации я вот всем спикерам говорю, вот у меня как бы, может быть, не любят организаторы за это. Я говорю, не надо отдавать свои презентации организаторам. Вот честно, да? То есть, потому что я эту презентацию ваяю, я плачу дизайнеру, то есть мои презентации, они все уникальны. Я плачу дизайнеру, все. Я не хочу, чтобы моя презентация, у меня просто уже было, что мои слайды гуляют уже по чужим презентациям. Я для меня, то есть, у меня целая там идея была вложена в презу. Я вижу ее на просторах интернета где-то, ну, то есть, ну, давайте как-то реально уважительно относиться. Я прямо заранее предупреждаю, что я презентацию не даю для рассылки. Но это мой труд, это мои вложения, это труд дизайнера, это куча денег, потраченных, в конце концов. Ну, тоже обижаются. Ну, вот нам с тобой еще один проброс про авторские права, да, и про делиться-не делиться. Ну, смотри, я обычно все, что как бы я выступаю публично в оффлайне, в онлайне, я отдаю, пожалуйста, презентацию, еще что-то. Другой вопрос, что презентация, как я считаю, без спикера, она вообще-то просто набор картинок. Но тут другая история, понимаешь, если человек поленился даже погуглить и зайти там на сайт конференции, там на наши сайты, в наши соцсети, вот даже до такой степени поленился, то хрен ли я буду тратить свое время и тебе что-то высылать. Ну, зачем? Вот объясни мне, зачем? Ты мне не интересен как профессионал, ты не делаешь ничего приятного и полезного для меня, почему я должна тратить на тебя свое время? Ну, хорошо, это отдельная тема. Да, хорошо, не дайся. Будем, да, подводить итоги, я вижу, что у нас 10.48, вот, народ у нас пишет еще в комментах, Валентина у нас просто вот там, зачем, да, Валентина Грыжина у нас просто жжет сегодня, видимо, тема управления идеями очень актуальна, вот, и как раз она тоже задается вопросом, зачем делиться идеями, если личный пиар не нужен, а времени мало, вот, и я с ней согласна, что, как правило, хорошие идеи и хорошее переопыление возникает тогда, когда есть живая дискуссия, когда есть история про побьемся вот друг об друга, да, почему вот я люблю поспорить, поговорить живьем, но не вообще потрещать, да, когда есть некий стержневой, осевой какой-то предмет, тема, которую мы обсуждаем, да, да, потому что разговоры ни о чем, это тоже пустая тракта времени. Да, мы сейчас говорим, чтобы у нас разговор получился насыщенный. Ну что, давай тогда подводить итоги. Итак, первое, что мы с тобой сказали, что сбор идей ради движа нам не нужен, это зло. Второе, какой вывод мы сделаем сегодня? Аня, давай, ты сейчас начала очень хорошо по выводам, у меня сейчас уже финалочка готова в моей голове. Ага, финалочка. Второе. Ну, второй вывод, что идеями надо управлять, и у идеи есть жизненный цикл. Если вы не готовы этим заниматься, лучше туда не лезть. Третье, для того, чтобы у вас появились идеи, нужна насмотренность, начитанность, интернет вам в руки, тусовки вам в ноги, ходите, смотрите, читайте. И не только по вашей профессии, да, но и по всем остальным. И фильмы, и книги, и шоу могут подтолкнуть вас на отличные идеи. Да, 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 хорошо. И, наконец, последний, четвёртый вывод. Люди, если вы просите кого-то о помощи с идеями, мотивируйте их, никто не обязан помогать вам просто так. Более того, это дурной тон, приходить в группу и ныть. дайте мне вот это. Ну, фу, фу. Да. Нет, не делайте так. Да, не делайте так, Аня, ты всё правильно говоришь. И вопрос, самый такой насыщенный, точнее, ну, не самый важный, один из важнейших, который мы не затронули, но нужно всё-таки про него сказать, пункт номер три. Про компании. Готовы ли компании к тому, что вы будете, ну, собирать идеи, к тому, что сотрудники приходят с идеями, вот это, мне кажется, действительно. Смотри, у идеи и у проекта управления идеями должен быть владелец и заказчик. Если такого нет, не надо в это ввязываться. Если вы собираете идеи для вас, для себя, для внутрикома, ну, которые вы собираетесь сами использовать, тогда заказчик и владелец этого проекта вы, и вы должны продумать, как мотивировать, как собирать, как управлять. это делать будете вы, вы для себя это делаете. Если это бизнес-идеи или идеи по развитию компании в целом, вы не можете быть заказчиком. Заказчиком должен быть кто-то из топ-менеджмента. Да, из топ-менеджмента, который готов эту идею потом взять, проектную команду создать, да, для того, чтобы ее внедрить. Ну, по крайней мере, быть спонсором этого проекта, да, и оказать соответствующее и финансовое, и административное воздействие. И, значит, еще один вопрос, который мне тоже часто задают, значит, на всяких встречах, когда делюсь идеями, причем его задают еще моему собственнику, который тоже очень много выступает, задает вопрос, а вы не боитесь делиться идеями? Ну, там, со сцены, да, у вас же много людей, а вдруг эти люди возьмут ваши идеи, внедрят у себя? Вот, я, ну, как бы, есть же, да, вот эта история с выступлениями, мы же действительно рассказываем очень много. Слушай, ну, мне кажется, это вообще тупой вопрос для человека, который никогда не работал ни с одной идеей. Я всегда говорю, что, что идею придумать, это не так, ну, как бы даже сложно, как то, что ее надо внедрить. Вот вопрос, как вы ее будете внедрять, то есть, я делюсь ровно потому, что я понимаю, что эти идеи внедрить без лидера, да, и как бы без, там, человека, который горит этими идеями, это невозможно, это невозможно, поэтому, если вы участвуете все-таки на конференциях, в каких-то конкурсах профессиональных, да, не бойтесь, делитесь со своими идеями, их повториться, и сможет вообще никто, вот, кроме вас, поэтому, если это в рамках каких-то публичных историй, да, то делитесь, конечно же, я призываю делиться идеями, если это в рамках каких-то историй, в личку, поделись, расскажи, а как, а что, все-таки, уважайте себя, свой труд, и задавайте вопрос человеку, который вам пишет такие вещи, да, задайте вопрос, а ты мне что? Извините, но я по чесноку уже, да, хочет сказать, а ты мне что от твоей идеи? Вот, ну, это я так, о личном, наболевшем, и все у нас там время. Создавайте среду, которая бы мотивировала людей естественным образом делиться идеями, порождать идеями, это всякого рода дискуссионные клубы, это встречи, где мы не сидим кучей оратора, да, а мы собираемся, чтобы пообсуждать какую-то тему, и всем понятно, что пришли люди, которым эта тема интересна, и всем понятно, что пришли люди, которые хотят ее обсуждать. Я думаю, что когда коронавирус свои объятия разожмет, мы вернемся к этой практике, потому что мне, конечно, очень не хватает вот варианта где можно... Общение, да? Понимаешь, не просто общение, а именно побиться, да, мыслями друг об друга, поспорить, поговорить, это на самом деле очень клево, потому что смотреть на еще одну говорящую голову, это, конечно, прекрасно, или там быть еще одной говорящей головой, это здорово, вот, но довольно-таки повторяющийся сюжет. И, конечно же, конечно же, друзья мои, не бойтесь делиться идеями, потому что, во-первых, ну, знание, вообще, почему быть учителем клево, знание – это единственная вещь, которая становится больше, когда вы делитесь, его не становится меньше, в том числе и в области идей, когда вы делитесь вашим знанием и вашим опытом, у вас его меньше не становится, но у кого-то его прибавляется. Это означает, что суммарно знания и опыта в мире становятся больше, и это здорово. И это прекрасное завершение нашего сегодняшнего эфира, который длился сколько? 55 минут. Черт, не 32. Нет, не 32. Я обещала в двух словах дать анонс следующего, следующего формата, мы хотим сделать замечательные рубрики, где мы будем обсуждать не только тему недели, которую мы выберем, я думаю, тему недели мы все-таки сохраним, хорошо она у нас заходит, но и какие-то новости, да, будем давать какие-то советы вам и попробуем со следующего эфира позвать в нашу программу живого гвоздя, такого живого... Чеснока. Да, он будет у нас перцем, чесноком, хоть лавровым листом, кем захочет. Чеснок, чесночный гость. С которым мы пообсуждаем эту тему. Надеюсь, что эфир будет, движ будет живой, что это будет клёво, интересно. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на нас, на всех наших подкаст-площадках. Везде, где можно слушать подкасты, есть наш подкаст, кто говорит, саундклауд, спотифай, яндекс-музыка, вконтакте, спрекерс, кастбокс, я половину слов не поняла, но что ты очень умно сейчас говоришь, в общем, да. Я говорю для своих братьев по звуку. В подкастах. Ходят в наушниках, да, в метро, и кто слушает подкасты, когда готовят обеды и ужины и катаются на велике. Да, ребята, подписывайтесь на наши подкасты, пишите нам в комментах ваши пожелания, а мы в новом формате увидимся и услышимся с вами через неделю. неделю. И это была программа по чесноку. Пока. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok